Хрущевки в Афганистане приобретают новый статус. Теперь это элитное жилье. Они располагаются в самых престижных районах столицы Кабула и постоянно реставрируются. Жизнь афганской элиты оценил наш корреспондент София Коломеец. Шихаб Царгант и Фисал Саид называют себя счастливчиками. Оба получили в наследство квартиры в Хрущевках и живут в престижном районе Кабула. Мода на жилье советских времен началась несколько лет назад. Именно тогда пятиэтажки стали ремонтировать. Теперь квартиры в таких домах считаются роскошью. Высокопоставленные чиновники, государственные служащие, бизнесмены предпочитают жить именно в этом районе. Шихаб – сын замминистра образования. Квартиру ему подарил отец. Фисал – студент факультета бизнеса и финансов американского вуза в Кабуле. Сейчас живет один. Вся его семья четыре года назад переехала в Германию. Маленькая кухня, узкие коридоры, совмещенный санузел – то, что для москвича считается бюджетным вариантом, для Афганистана – роскошь. Вот уже 13 лет, как я живу в Хрущевке, и знаете, жить здесь хорошо. Тут недалеко базар, школы и мечети. В каждом дворе есть своя парковка, охранник парковки. Садовник, который отвечает за чистоту подъездов и двора. Хрущевками в Кабуле застроены центральные районы. В прилегающих преобладают новостройки. В остальных – в основном блочные и кирпичные дома. В последних стоимость двухкомнатной самая низкая – 50-70 тысяч долларов. Это около двух миллионов рублей. В новостройках цена такой квартиры уже три миллиона рублей. А вот в Хрущевке придется выложить более пяти. Такая высокая цена, по словам жителей, оправдывается наличием коммунальных систем и услуг. Жителям новостройки и прочей вторички приходится доплачивать за систему отопления, водопровода, вывоз мусора, охрану и благоустройство территории. В квартирах советского времени все это уже есть. Арматуры и бетонные блоки, из которых были сконструированы эти жилые комплексы, соответствовали всем стандартам. Могут служить довольно долго, в пределах 80-100 лет. ЖЭК участвует в ремонте и реставрации этих домов. Постоянно проверяются состояния электропроводной системы, канализации и водоснабжения, состояние самих квартир и крыш. И еще один немаловажный фактор – центральные районы Кабула считаются самыми безопасными. Мне бы не хотелось жить в другом районе, там сложно и небезопасно. А этот микрорайон самый спокойный и безопасный в Афганистане, так как есть и охрана, и соседи. Афганские риэлторы добавляют, интерес к хрущевкам настолько высок, что квартир для всех желающих не хватает. Впрочем, конкуренцию в скорое время не могут составить новостройки нового поколения. Местные власти планируют сделать их более комфортными, при особенностях афганского климата. Софи Коломеец, Каустаргант, Екатерина Максимова, Live News.